добрый день вы на канале 18 суток и сегодня хочу поделиться с вами даже не знаю как и сказать чем поделиться короче я приобрел вот такой вот культиватор это для мото косы насадка стоимостью полторы тысячи гривен здесь конечно если все было нормально было классно и перед тем как покупать конечно прочитал множество форума перелохматил посмотрел видео на ютюбе на форуме один писал что все чудо китайское у него заклинило там через 15 минут работы потом на ютюбе паренек тоже рассказывал что тоже заклинило я ссылочку дам там внизу посмотрите если кого-то будет интересно ну что здесь заливается масло здесь есть пробочка не будет там где-то полном самом низу перед работая залезла мне у маслица и он у меня даже не проработал две минуты заклинил да я думал заклинило может по какой-то по моей вине хотя мне кажется здесь ничего такое не делал земля была очень мягкая перепу после перепашки по мягкой земле никаких и камней нигде ничего не было масло было залито ну все все как должно быть ну теперь сейчас вам покажу как он тут у нас разбирается вот аппарат скручен вот такими вот винтами если даже посмотреть видите я не знаю где взять такую головку она должна быть очень тоненькая хотя бы открутить эти винты потом поставить уже винты шестигранниками вот пробка для за за масло для заливки масла в общем будем искать ключ раскрутим будем смотреть в чем причина ну вот нашел я ключик раскрутил здесь у меня смазано на все это молибденовая смазка короче причина вот в этой втулочке заклинила втулка вот эта бронзовая масло туда не попадает и она клинит ну причина тоже самое как что я говорил на ютюбе парень рассказывал у нее тоже эта втулка заклинила и другие писали тоже тоже клинит эту втулочку сейчас попробовать снять довольно проблематично мне по мне просто не попадает смазка она вращается здесь должна быть внутри фаска хотя бы посередине какой-то техническое отверстие для смазывания но здесь такого нету и вы китайцы не предусмотрели здесь подшипник упорный теперь надо как-то снять и даже не знаю как это и сделать сейчас будем пытаться пытаться что-то сделать разобрал вот втулочка уже вращается честно я даже не знаю подшипник от упорный и вот втулку эту одну половинку приклинила не двигается никуда вот сальничек резиновый это вот переход на 9 шлицов подвал как она прикручена честно говоря даже не знаю за что ее зажать чтобы вечерячные не виднее испортить чтобы открутить вот это снять сальник тут не зажмешь то же здесь тоже игольчатый подшипник стоит здесь надо что что то делать с этим с этой втулкой почему потому что она до конца доходит сразу вот раз и там задир на самом валу вот здесь под самым краем это чуть-чуть там тиранул так от вращается нормально надо внутри делать канавку какую-то я не знаю для смазки смазка сюда не будет попадать и она будет постоянно клинить так ну что сейчас немножко почищу поставлю попробую это снять если получится может кто-то что-то подскажет как как сделать чтобы она была нормально чтобы не разбирать ее постоянно чтобы я чувствую что здесь это ненадолго все равно когда им это заклинит то что масло туда не попадает внутрь после тщательного осмотра оказалось что вот сюда вот в это это место вообще не попадает смазка здесь стоит упорный подшипник он очень плотно сидит на валу потом сама втулка и сальник вот это вот место если пример повернуть видите здесь прорезь есть вот срез чтобы втулка не проворачивалась все что находится в середине все смазывается кроме вот этого это бронзовой втулочки она стоит как место подшипника скользящие и здесь упорный подшипник стоит здесь туристы игольчатый подшипник так что здесь придется как-то что-то делать я даже не знаю наверное придется снять эту втулку внутри сделать канавку прорезь профрезеровать или просто можно пилочкой пропилить а здесь вот в этом участке вот в этой камере просвериться сквозь отверстие налить резьбу и сделать техническое отверстие для шприцовки вот этой втулки итак разобрал я его раскрутил вот переходничок на 9 шлицов с резьбой вот он накручен наконец здесь резьба обычная правая так смотрим так снимаем сальничек вот втулочка которая заклинила снимем ее с одной рукой неудобно что я сделал если видно вот посмотреть видит там прорезь это небольшое такое углубление идет вот оно его можно сделать если у вас я делал бормашинкой вот бормашинка вот такая фреза у меня маленькая шарик это не прошелся здесь как она идет как бы полукругом можно сделать просто пропил обычной ножовкой но без фанатизма как бы не сильно не пропиливать чуть-чуть лишь бы только проходило масло вот такая втулка это как бы одно из самых лучших вариантов вот просверлен отверстие это техническое отверстие для смазывания вот этой вот втулки так сейчас я соберу и покажу вот если присмотреться здесь видите видно вот на втулке это деканавка вот она с этой стороны посмотреть с этой стороны выход с этой канавки масло короче проходит заходит сюда когда вы шприцом обычно будете даже медицинским масло загонять сюда масло конечно желательно взять молибденовое молибденную смазку и разбавить немного даже здесь я буду разбавлять разбавлю машинным маслом чтобы оно было в такой консистенции чуть-чуть жиже чем мед чтобы она не сильно жидкая было ну что главное чтобы она смазывала полностью все так что у нас получается у нас получается сейчас покажу одеваем сальничек вот так вот вот отверстие там видно да вот так ставим совсем неудобно с той стороны прорезь так вот она у нас это фиксирующая штука не проворачивалась вот смотрите видите вот здесь есть место посадочное для сальника и вот получилась у нас камера если мы поставим вторую половинку закроем второй половинкой здесь у нас асбестовая прокладка которая не дает протекать маслу и эта камера будет она ничем не соединяется не с вот этой частью это отдельная так как там внутри отверстия просверлены вам показывал да ну не видно сейчас переверну вот отверстие здесь будет нарезана резьба м4 закручена гаечка и через отверстие обычным шприцом медицинским мы будем закачивать сюда смазку так как мы смазку закачали камера небольшая смазка соответственно будет проходить сквозь эту прорезь которые втулки будет выходить сюда и заходить вот в этот подшипник ну как хотя то даже можно сказать что не зайдет почему потому что сейчас секунду покажу так вот это втулочка мы снимаем она очень и очень плотно сидит эти смазка да вряд ли пройдет даже жидкая не протечет она очень-очень туго это единственный как бы самый-самый толковый выход это с этого положением раз в месяц взяли сюда смазочки забили прошприцевали и все если вы этого не сделаете я даю вам стопроцентную гарантию что он у вас через неделю там через неделю мне кажется у вас там через 2-3 часа он у вас заклинит почему это же смазка даже если вы смажете его обороты здесь очень и очень большие вы поняли это передается прямо с этого самого свала потом же через червячную передачу через шестерню обороты уменьшаются и как бы ну на выходе не сильно большие обороты эта втулка нагревается очень сильно за счет того что здесь должна быть смазка так как здесь смазки нету соответственно она даже смажете ее сколько там полчаса смазку выдавит вы поняли за счет того что вот эта вся ерунда она ходит она будет внутри ходить червячная передача червячная шестеренка видите она двигается только единственно сверли там вот она как разведу камеру напротив этой камеры у меня отверстие снимаем вот она все сюда забивается на смазка это отдельная камера для смазки все и будет работать у нас вечно так что будем собирать будем пробовать и всем удачи пока пока